Вы любите маршмеллау, но следите за своей фигурой и можете позволить себе такое лакомство очень редко? А ведь это нежное и тающее во рту лакомство можно приготовить без сахара, оно будет диетическим. Если вы сладкоежка, но следите за фигурой, знайте, что это не повод отказываться от любимых лакомств. Маршмеллау традиционно готовят на основе сахарного сиропа, но мы отступим от традиции и приготовим его по-другому. В этом рецепте я расскажу, как приготовить домашние низкоуглеводные маршмеллау. Процесс несложный, но потребует от вас выдержки и терпения. Готовим. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Наливаем в небольшую миску половину от указанного количества воды, высыпаем в нее желатин, размешиваем, пусть набухает. Желатин настоялся и впитал всю жидкость. Нагреваем в кастрюльке оставшуюся воду, растворяем в ней сахарозаменитель, добавляем желатин, нагреваем, помешиваем до полного растворения желатина, не доводите до кипения. Белки отделяем от желтков, добавляем к белкам щепотку соли и ванилин, начинаем взбивать на средней скорости. Ставим лайк и подписываемся. Взбиваем белки и до мягкой пены. Затем увеличиваем скорость взбивания до максимума и начинаем тонкой струйкой вливать остывший желатиновый раствор. Взбиваем примерно минут 8-10 до получения густой и пышной массы. Застилаем форму пергаментом, выкладываем в нее получившуюся массу. Разравниваем в слой толщиной 2-3 см, отправляем в холодильник часа на 3 застывать. Застилаем стол пергаментом, выкладываем вкусный пласт из формы. Нарезаем ножом или формочками. Нарезанные кусочки обычно посыпают сахарной пудрой с крахмалом, но у нас диетический вариант, поэтому пусть кусочки подсыхают сами по себе. А теперь можно и полакомиться. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь, о составе нашего блюда. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok